Музей истории ГУЛАГа Сохранен вот этот прекрасный четырехэтажный кирпичный дом для революционной постройки в одном из старых московских переулков. Почти три года ушло у инженеров, архитекторов и реставраторов на подготовительные и ремонтные работы. И только в 2015 году музей открылся для посетителей. Постоянная экспозиция музея была создана силами сотрудников музея и приглашенными специалистами в 2018 году. Экспозиция выполнена посредством сочетания узких коридоров с небольшими залами, с той целью, чтобы зритель оказался полностью погружен в некий лабиринт истории советского периода. Научный отдел музея под руководством известного русского историка Галины Михайловны Ивановой разработал научную концепцию экспозиции, после чего началась разработка оригинального дизайна. Экспозиция начинается с погружения посетителя в исторический контекст, в котором оказалась Россия в первые посредоеволюционные годы, и далее развивается по тематико-хронологическому принципу. Музей старался сделать экспозицию максимально интерактивной. Большинство объектов в музее имеют тактильный потенциал. Практически все тексты в музее написаны на специальных металлических плашках, которые можно трогать, снимать и читать. Кроме того, одной из главных задач данной экспозиции было рассказать широкой аудитории о простых советских людях, попавших в сети государственного террора. В каждом зале есть модули под названием «Маленькие истории», которые как раз и повествуют о таких людях. Одним из главных модулей современной экспозиции является модуль интерактивной карты ГУЛАГа. За годы своего существования карта настолько информативно выросла, что переросла свои изначальные границы. И, вероятно, в скором времени она получит новое название, как «Карта советских лагерей». Начало проекта было положено в 2015 году, когда стало понятно, что физическая карта, распечатанная в типографии, не отвечает современным запросам. И тогда научный отдел разработал новую концепцию интерактивной карты, которую было решено разместить непосредственно в залах музея на тач-панелях и в сети интернета. По сути, проект интерактивной карты является масштабной визуализацией базы данных по истории советских лагерей, начиная с 1918 по 1960-е годы. На первоначальном этапе было необходимо точно очертить границы Советского Союза в указанный период. Как сейчас можно видеть на карте, внизу которой идет хронологическая шкала, границы Советской России, а впоследствии Советского Союза, видоизменяются в зависимости от выбранного периода. Для этой работы музей привлекал специалистов по исторической картографии, были также привлечены архивные карты Советского Союза и отдельных регионов. Вторым этапом в создании интерактивной карты стало, собственно, создание базы данных лагерей. За основу этой базы был взят справочник по исправительным трудовым лагерям в СССР. Так появился на интерактивной карте первый слой, который назывался исправительные трудовые лагеря, который отмечен сейчас красными кружочками. С учетом современных уточнений и собственных архивных наработок, этот слой стал основой будущей интерактивной карты. Надо отметить, что все объекты, нанесенные на карту, имеют точную геолокацию, привязанную к координатам земного шара, то есть имеют точную широту и долготу. Как мы и предполагали, проект стал быстро и динамично развиваться. За пять лет работы в государственных и ведомственных архивах накопился огромный пласт научной информации, после осмысления которого его стало возможно визуализировать. Так появились слои особой лагеря, спецлагеря на территории Германии и проверочные фильтрационные лагеря. Надо отметить, что в России деятельность советских спецлагерей на территории Германии является очень малоизученной темой. Между тем, они были важным инструментом советско-репрессивной политики на территории Германии. Только по собственным отчетам МВД с 1945 по 1950 годы через спецлагеря в Германии прошло свыше 157 тысяч человек, 120 тысяч из которых составляли граждане Германии, более 30 тысяч составляли советские граждане. За пять лет существования спецлагерей в них умерло порядка 43 тысяч человек, что составляет практически треть всего контингента. Немецкие заключенные относили их к так называемому спецконтингенту. Другими словами, это были люди, помещенные в лагерь без соответствующего судебного решения, только на основании ареста советскими органами госбезопасности. Советские лагеря были весьма своеобразно, вписаны в политическую структуру Советского Союза. Они одновременно подчинялись Министерству внутренних дел СССР и военной администрации в Германии. Соответственно, они лишь весьма опосредованно контролировались из Москвы, в связи с чем они не попадали в поле зрения советских и российских историков. Если немецкая историография к настоящему моменту уже накопила солидный багаж исторических знаний по данной теме, то российские историки только начинают изучать данную тему. Проект интерактивной карты, по сути, является первым российским открытым интернет-ресурсом, который, опираясь на архивную базу, предпринял попытку визуализировать данные системы советских лагерей на территории Советской военной администрации Германии. В ближайшем будущем сотрудники Музея истории ГУЛАГа планируют пополнить интерактивную карту новыми слоями, которые будут называться первые лагеря советской власти, лагеря главного управления военнопленных и интернированных, расстрельные полигоны и карты мемориальных объектов, в которые войдут памятные доски, памятники, музеи памяти и другие объекты. Проект сотрудничает с различными как российскими, так и зарубежными историками, что позволяет сделать рассказ об истории советской пенцинарной системы более объективной, научной, доступной и наглядной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok